Друзья, приветствую вас на международной выставке Акватерм 2022, которая проходит в Москве. Меня зовут Дмитрий и сегодня я проведу для вас мини-экскурсию по стенду итальянского производителя газовых котлов Италтерм. Ну и начнем мы с небольшой исторической справки. История Италтерм уходит своими корнями в далекий 1970 год, когда основатель компании Синьор Пауло Мацони организует свое первое производство настенных котлов в итальянском городе Пантенуре. За 50 лет развития маленькая семейная компания превратилась в одного из лидеров итальянского рынка с представленностью в десятках стран по всему миру. И теперь давайте перейдем к самому интересному. Это ассортимент продукции, который представлен у нас в этом году на выставке. Я расскажу о самых интересных продуктах, которые мы представляем. Ну и начнем мы презентацию с флагманской модели City Class, которая представлена в различных вариациях. Это котлы с естественным дымоудалением, котлы турбированные с принудительным дымоудалением, двухконтурные котлы с вторичным теплообменником пластинчатым и котлы одноконтурные, которые предназначены для работы с внешним водонагревателем с бойлером косвенного нагрева. Котел City Class это котел среднего ценового сегмента с премиальным наполнением. Пройдемся по основным элементам этого котла, я расскажу детально, вкратце о каждом. Начнем с циркуляционного насоса. Это насос Grunfoss. Grunfoss это лидер рынка в производстве бытовых циркуляционных насосов. Это, можно так сказать, насос премиум уровня. Причем исполнение этого насоса многоскоростное, то есть вы можете его эксплуатировать на разных скоростях. Премиальный надежный насос. Идем дальше и теперь у нас на очереди гидрогруппа со встроенным трехходовым клапаном, которая представлена у нас латунной гидрогруппой от итальянского производителя компании Kramer. Italterm настаивает на том, чтобы во всех моделях котлов использовались исключительно латунные гидрогруппы, потому что данный материал считает наиболее надежным для данного компонента. Дальше газовый клапан от итальянского производителя SIT. Это классический, так скажем, классика жанра. Один из самых распространенных газовых клапанов вообще в целом на рынке газовых котлов настенных. Очень надежный, за что и получил такое большое широкое распространение. Идем далее. Пластинчатый теплообменник. Элемент, который обеспечивает проточный нагрев горячей воды. Итальянский завод ZILMED, производитель данного пластинчатого теплообменника. Выполнен он из нержавеющей стали. Паянный теплообменник. Первичный теплообменник. Элемент, который обеспечивает, собственно говоря, нагрев теплоносителя для системы отопления. Первичный теплообменник изготавливается на итальянском заводе Волмекс. Представляет собой медную змеевиковую конструкцию, покрытую защитным составом на основе алюминия и кремния. То есть вы можете видеть этот серебристый цвет, несвойственный в целом для меди, конечно. Это защитное покрытие. Оно необходимо для того, чтобы сберечь теплообменник в процессе эксплуатации, потому что в процессе как раз-таки работы котла в камере сгорания происходят, так скажем, химические реакции, создающие очень агрессивную среду как раз-таки в этой зоне. Чтобы медь не разъела коррозии, чтобы медь не страдала от коррозии, и теплообменник служил максимально длительный срок своей службы, его покрывают вот этим специальным защитным покрытием. Газогорелочное устройство Полидора, итальянский завод по производству газогорелочных устройств. Конструкция выполнена таким образом, чтобы обеспечить максимально ровное пламя в камере сгорания котла. Расширительный бак круглой формы от итальянского производителя компании ZILMED расположен в задней стороне котла. Сверху имеется удобная зона для обслуживания данного расширительного бака. Подключается расширительный бак отдельной гибкой подводкой, которая у нас расположена в задней части гидравлической группы циркуляционного насоса. Теперь поговорим про элементы турбированного котла. Это один элемент, о котором мы будем говорить. Это турбина, непосредственно вентилятор дымовых газов. В нашем котле это вентилятор итальянского завода FIME. Это тоже один из лидеров, если не сказать лидер в производстве вентиляционного оборудования. Прошу обратить внимание на то, что он расположен строго перпендикулярно горизонту, чтобы ось вращения вентилятора находилась в горизонтальном положении. В таком положении срок службы турбины максимально продлевается. То есть такое положение штока турбины обеспечивает ему максимальную продолжительность жизни. Теперь пару слов я скажу о плате этого котла, об электронной плате. То есть это мозги данного котла, так скажем. Производится на итальянской фабрике Nordgas. Имеется возможность подключения к этой плате уличного датчика, внутреннего датчика температурного, внутреннего термостата воздушного. Также можно подключить цифровую автоматику по протоколу OpenTerm. В том числе автоматику удаленного управления, которая позволит управлять вашим котлом с мобильного приложения. В плате есть определенные клеммы для подключения внешней автоматики, в том числе термостата. Для удобства пользователей уже есть выведенный сразу запаянный проводок, который подключен на те самые нужные клеммы. И вы можете подключить эту внешнюю автоматику, просто используя данный уже предподготовленный элемент. Теперь расскажу о панели управления котла. Это элемент, с которым потребитель сталкивается чаще всего. Панель управления максимально простая. Содержит два элемента управления вращательных, так скажем, крутилки мы их называем, и две кнопки. Значит, слева у нас управление температурой отопительного контура. Справа элемент управления температурой горячего водоснабжения. Кнопка включения-выключения котла работает по принципу нажатия, и она переводит котел в режим выключено, в режим лето и в режим зима. Соответственно, в режиме лето работает только ГВС, горячее водоснабжение, в режиме зима работают оба контура. Кнопка Ресет предназначена для входа в сервисное меню. Нажимаем на кнопку Ресет, ждем 6 секунд, входим в сервисное меню. Управление настройками котла очень простое и интуитивно понятное. Левым элементом управления мы выбираем порядковый номер нужной настройки. Правым элементом управления мы выбираем числовое значение для данного элемента настройки. Чтобы сохранить, жмем клавишу Ресет в течение 3 секунд и сохраняем. Чтобы сбросить настройки до заводских параметров, жмем две клавиши в течение 15 секунд и настройки у нас сбрасываются до заводских значений. Теперь перейдем к линейке конденсационных котлов Italterm, которая у нас представлена на стенде моделью City Class KR. Это котлы одноконтурные, повышенной экономичности, с коэффициентом модуляции мощности 1 к 10. Как и любой другой одноконтурный котел Italterm, данный котел полностью готов к работе с внешним водонагревателем косвенного нагрева. У него для этого имеется трехходовой клапан с электроприводом и датчик бойлера, температурный датчик. Все в комплекте. А теперь, собственно говоря, о самом важном, о тех элементах, которые делают данный котел, собственно говоря, конденсационным и позволяют данному котлу экономить за отопительный период от 20 до 30 процентов в сравнении с традиционными моделями газовых котлов. Это прежде всего теплообменник, газогорелочное устройство и газовый клапан. Теплообменник данного котла выполнен в виде змеевика цилиндрической формы из нержавеющей стали. Производство итальянской фабрики Candevo. Именно благодаря такой конфигурации котел может аккумулировать теплоту водяных паров, образующихся в процессе сгорания топлива. Также мы имеем здесь газовую горелку кругового горения, обеспечивающую максимально равномерное пламя по всему радиусу камеры сгорания. Ну и, наконец, умный газовый клапан Bertelli, который у нас находится вот здесь, который позволяет котлу адаптироваться к текущим параметрам газопроводной сети. Благодаря данному клапану запуск этого конденсационного котла не требует тонкой отстройки с использованием газоанализатора, а перевод на другой тип газа может быть выполнен при помощи настроек платы управления. Если вы ищете по-настоящему экономичный котел и идете в ногу со временем, то CityClass это ваш выбор. Друзья, разумеется, это далеко не полный ассортимент, которым мы можем вас удивить. В линейке Italterm также есть котлы со встроенным бойлером, конденсационные котлы повышенной мощности и другие модели. Узнать о всем ассортименте нашей продукции вы можете, посетив наш официальный сайт italterm-россия.ru. Друзья, и теперь о том, ради чего, собственно говоря, проводятся подобные масштабные выставки, о тех выгодах, которые могут получить участники рынка, которые сотрудничают с нашей компанией, с компанией Italterm. Контроль цен и возможность стабильно высокого заработка это наш основной приоритет на ближайшие годы. Мы очень хорошо знаем российский рынок и понимаем, что проблемой огромного количества торгующих компаний в нашей стране, в нашей сфере является отсутствие возможности заработка на продаже газовых котлов. Italterm выстраивает свою дилерскую политику изначально таким образом, чтобы не перенасыщать рынок, но обеспечить каждому максимально комфортные условия сотрудничества. Мы не стремимся присутствовать в каждой торговой точке, поэтому к выбору своих партнеров мы относимся максимально ответственно и тщательно. В первую очередь мы обращаем внимание на те компании, которые умеют анализировать свою рентабельность, являются операционно прибыльными и могут формировать спрос на своем локальном рынке. Если вы подходите под эти критерии и чувствуете в себе внутреннюю энергию для дальнейшего стремительного развития с компанией Italterm, пожалуйста, переходите на наш сайт, оставляйте заявку на партнерство. Мы ждем вас!